Валентина Семёновна, ну тогда не отвлекаясь уже на всякие формальности, будем непосредственно говорить о кормах. Каждый раз, когда мы общаемся с животноводами, особенно теми, кто молочным животноводством занимается, они говорят, что самое главное для рентабельного производства молока – это заготовить качественные сочные корма у себя в хозяйстве. Поэтому вопрос к вам. Какую роль играют бактерии в этой задаче и могут ли бактерии как-то повлиять на качество силоса и сенажа? Конечно. Во-первых, ваши оппоненты всегда правы по поводу того, что качество кормов – это прежде всего применение консервантов при селосовании и сенажировании. Это очень эффективный, в принципе, способ заготовки кормов, сохранности кормов. А консерванты на основе бактерий, то есть мы получаем, помимо того, что у нас идет молочнокислое брожение, у нас прекрасное качественное молочнокислое брожение происходит. Б, за счет того, что в консерванте добавлены ферменты, брожение происходит в более ускоренном виде. Плюс за счет того, что в нашем продукте имеются пропионокислые бактерии, эти бактерии очень быстро снижают PH-среду. То есть у нас не появляется вторичная ферментация, у нас нет нагрева силосно-сенажной массы. То есть это происходит настолько быстро и достаточно качественно. Это у нас быстро снижается PH-среду до 4,2, то есть то, что нам требуется при заготовке сочных кормов. И сохранность при этом у нас достаточно хорошая. Открывали траншеи, ямы, которые год-два-три хранились и делали анализы. Показатели кормов были достаточно высокого качества. У нас силоса были первого класса сенажи, тоже достаточно качественные корма были. Хорошая PH-ка, хорошее содержание молочной кислоты, то есть то, что нам требуется в молочном производстве. Низкое содержание уксусной кислоты, полное практически отсутствие, ну я бы сказала даже полное отсутствие, либо остаточные где-то следы масляной кислоты. Но это именно следы, то есть то, что нельзя допустить, мы не допускаем с помощью бактериальной нашей закваски. Плюс, чем хорошо получается в бактериальной закваске, любые в принципе бактериальные закваски, они хорошие. Но надо смотреть состав. Если взять нашу силосно-сенажную закваску пробактил, то заготовив корма с этой закваской, мы получаем помимо того, что качественный корм, плюс за счет того, что в нем присутствуют эти бактерии нужные нам, то есть молочнокислые бактерии, у нас получается силоса сенажами уже с пробиотиком, с добавлением какого-то количества пробиотиков. То есть это качественное кормление, это хорошее качественное кормление, это вкусные корма, то есть, соответственно, у нас хорошее приезды, у нас хорошее молоко, и животные не страдают от ацидозов и кетозов, то есть это очень важно. Вы могли бы поподробнее рассказать про силосную закваску пробактил, что в ней особенного, какие бактерии в составе, как она работает? Вообще силосная закваска пробактил – это уникальная двухкомпонентная закваска, это действительно уникальная, я ни у кого из производителей не видела закваски, во-первых, двухкомпонентные, то есть если добавляются ферменты в жидких заквасках, то, как правило, они сразу идут в составе с бактериями. Соответственно, что мы получаем? Закваска имеет короткий срок хранения, как правило, это 2-3 месяца. За счет того, что у нас ферменты отдельно от бактерий, у нас уже срок хранения гораздо выше, то есть уже 5 месяцев. Для жидких, живых заквасок это очень большой срок хранения. Плюс в составе пробактила у нас 5 бактерий, 4 бифидолакта, плюс 1 пропионокислая бактерия. Чем и ценен пробактил, то, что помимо того, что бифидолакта – бактерия, плюс пропионка. Соответственно, это хорошо влияет на качество корма. Что еще у нас получается? Титр достаточно высокий. Если брать по бактериям, то у нас в составе и лактококосы, и энтерококи, и лактобацилес ацидофилис, лактобацилес плантариум. Это все бактерии, которые имеют гомоферментативный тип брожения, то есть тоже особенно ценный тип брожения, потому что это тип брожения, при котором образуется большое количество молочной кислоты. Титр высокий. У нас 2 на 10 восьмой. Как правило, на таких заквасках 1 на 10 восьмой. Бактериум, ну, редко, когда бывает 2 на 10 восьмой степени титркои. То есть это весьма интересно. Плюс достаточно высокое количество ферментов, которые требуются, чтобы запустить рост и развитие данных бактерий. То есть в составе у нас амилазоксинолаза в большом количестве, и они запускают весь процесс брожения, эти ферменты, так, чтобы продукт начал быстро консервироваться. Это вот именно по пробоктилу. Что еще? При гомоферментативном брожении практически отпутствует уксусное брожение. То есть если мы берем анализы кормов, то в идеале, чтобы соотношение молочной кислоты к уксусной было 2 к 1, то есть 2 молекулы молочной кислоты, 1 молекула уксусной кислоты. И сколько анализов наших кормов я смотрела, как правило, 2-2,5 молекулы молочной кислоты и 1 молекула уксусной кислоты. То есть это идеальная составляющая. Что еще я могу сказать дополнительно по нашей закваске? Благодаря тому, что она быстро начинает консервировать, а наши корма уже готовы к использованию в течение 10 дней, максимум 2 недель. То есть это очень быстрая заготовка. Если мы вовремя убрали, если мы правильно заготовили, то хозяйство действительно получит потрясающего качества корма. Также данная закваска, она весьма универсальна. То есть, да, мы можем использовать на селоса, мы можем использовать на сенажи. Прекрасно работает на карнажи, то есть это плющенное зерно. Если хозяйство требуется, то бывает, есть у меня такие хозяйства, которые заготавливают карнаж в конце осени, то есть это где-то октябрь месяц, и убирают кукурузу сразу на плющенное зерно. То есть, поскольку зеленое масло уже отсутствует, но имеется зерно, соответственно, заготавливают плющенное зерно, и это тоже отличный корм. Валентина Семеновна, компания Биона предлагает два типа закваски, и сухую, и жидкую. Можете рассказать, почему пришла такая идея делать сухую жидкую закваску, и отличаются ли они по схеме применения, когда лучше выбрать сухую, когда жидкую? И сухая, и жидкая закваска – это универсальные закваски. Почему компания Биона пришла к выводу, что сухая закваска также требуется? Во-первых, мы растем, мы развиваемся, мы мониторим предпочтения наших клиентов, и мы делаем выводы, что во многих хозяйствах предпочитают сухую закваску. Почему предпочитают? Во-первых, удобная транспортировка, то есть это малый объем самой продукции, удобная транспортировка и удобный способ хранения. То есть если мы отправляем жидкую закваску, то это обязательно должны быть холодильники. Условия хранения – это до 10 градусов тепла, то есть это должны быть специально оборудование помещения. Если мы отправляем и используем сухую закваску, то вот эти требования, они сразу отпадают, потому что сухая закваска, здесь идут бактерии в леофильной форме, и они прекрасно переносят температуру выше 10 градусов. То есть это только удобство наших потенциальных клиентов и имеющихся клиентов. И многие хозяйства уже отметили то, что да, сухая закваска – это здорово, это удобно, это интересно, расход интересный, удобно в применении, хранении, и заказывают именно сухую закваску. А есть ли какие-то особенности внесения сухой закваски по сравнению с жидкой? Жидкую просто легко разбавить водой. Очень легко. То есть разбавили, залили либо в комбайн, либо в аппликатор, и все. Но сухую закваску надо обязательно дождаться, чтобы она растворилась. То есть нельзя так, что засыпали порошок и помчали опрыскивать. Нет. Обязательно надо взболтать, обязательно надо убедиться, что растворился продукт. Ну, в принципе, как и у всех сухих заквасок, хозяйство, которое использует данные виды продуктов, они понимают прекрасно, что нужна обязательно теплая, нефлорированная вода. То есть они придерживаются этих требований и контролируют, чтобы закваска обязательно растворилась. Это всего лишь навсего то отличие, которое есть. А так, в принципе, принципиальных отличий нет. То есть только предпочтение хозяйства. Понятно. А по эффективности биологические закваски уступают химическим или нет? Нет. Нет. Возможно, на каких-то трудностях с нальжированием в солосуюных массах, да, может быть. Кто-то все-таки достаточно крупные холдинги еще предпочитают химические закваски, потому что они в них уверены уже. Но все равно потихоньку перелавиваем эту ситуацию. Потихоньку холдинги начинают пробовать закваски именно на бактериях. И приходят к тому, что да, это работает, это хорошо, это вкусно, это качественно. Главное правильно сделать. Понятно. Что касается хранения самих заквасок, то здесь нужно соблюдать температурный режим для жидкой закваски. И, наверное, можно выдохнуть, если ты приобрел сухую закваску. Да, плюс там еще и срок годности дополнительно получается. Если жидкая закваска все-таки 5 месяцев, это тяжело многим хозяйствам, то сухая закваска – это уже год. То есть они могут спокойно, даже если взяли излишек, они в начале следующего сезона использовали этот излишек. Говорили мы о том, что бактерии помогают сохранить высокое качество силоса и сенажа. А как определить, качественный ли силос или нет? И сенаж тоже. Как вы это делаете, когда работаете со своими партнерами? Ну, во-первых, мы смотрим, в первую очередь, когда мы приезжаем, как укрыто. Как укрыты транши, ямы, курганы, как это все накрыли. Потому что бывает ситуация, что вроде как укрыли пленкой, сверху засыпали соломой, накидали кирпичи, колеса и так далее, и считают, что все замечательно. А отнюдь не замечательно, потому что солома – это присутствие зерновых, соответственно, это прекрасное место жительства для грызунов. Грызуны, естественно, у нас нарушают целостность пленки, и, соответственно, у нас получается не анаэробная среда, а аэробная. То есть у нас появляется дотуб кислорода, что уже первый отрицательный признак – подготовка и хранение кормов. Нельзя допустить попадания воздуха. Далее смотрим всегда срез. Срез должен быть приятного, золотисто-соломенного цвета. Срез должен быть красивым. Смотрим нарезку. Нарезка тоже должна быть что у солосов, что у сенажей примерно 3-5 сантиметров. Если бывает, что нарезка уже 10-15, то есть это дополнительное измельчение требуется, то мы уже понимаем, что уже качество корма хуже будет, потому что сока меньше отдалось при брожении. Далее запах смотрим. Обязательно запах. У селосов должен приятный быть запах именно вот моченых яблок. То есть, может быть, помните в детстве, может быть, сейчас мы едим моченые яблоки, либо сами делаем, либо покупаем. И вот этот потрясающе вкусный запах моченых яблок, вот этот аромат, вот такой запах должен быть у селосов. Ни в коем случае не должно быть присутствия запахов уксусной кислоты, запахов масляной кислоты. То есть, если есть эти запахи, то мы уже понимаем, что это уже не есть хорошо, это уже не качественный корм. То есть, неправильно заготовили, неправильно измельчили, неправильно выбрали спелость зеленой массы, неправильно утрамбовали. То есть, вот эти все факторы не-не-не-не-не, они все влияют. Плюс делаем обязательно анализы кормов. То есть, берутся пробы, отправляются в лабораторию, смотрится химический состав, смотрится PH селосов, сеножей, смотрится соотношение молочно-уксусной кислоты, смотрится присутствие масляных кислот. То есть, если вот эти все факторы совпадают, то замечательно. Ну и дополнительно, один из простейших тоже способов, обязательно термощупом можно проверить вторичный нагрев. То есть, вторичная сферментация пошла или не пошла. Потому что температура – это очень большой показатель. Если мы пробуем термощупом температуру наружных слоев наших силосных транше, то они должны быть, эти слои, той же температуры, которой окружающая среда. Если выше, то это не есть хорошо. То есть, пошел вторичный нагрев. Также в теле смотрим траншеи, то есть, на глубине траншеи, то там температура должна быть не выше 22. Если мы видим 25, 27, 30, то все, это уже некачественный корм. Пошла вторичная сферментация. Силосаси, ножи горят. То есть, мы теряем питательные вещества, мы теряем полезные вещества, мы теряем все. Вот к вопросу еще, на что способны бактерии. Бактерии, входящие в препарат, который вы рекомендуете, могут какие-то огрехи при заготовке корма нивелировать? Или все-таки они не всесильны? Они могут помочь сделать качественный корм. Те же энтерококи, они прекрасно работают дополнительно с ферментативной системой животных. Плюс те же лактобактерии, которые входят в состав, они работают как с пищеварением животных, то есть улучшают пищеварение, улучшают сайсонность питательных веществ. Плюс эти же бактерии в совокупе с энтерококками вырабатывают такой интересный продукт, называется низин. Он имеет антибактериальные свойства, то есть мы дополнительно работаем уже с патогенной микрофлорой желудочно-кишечного тракта. То есть это опять-таки улучшение качества пищеварения, улучшение состояния животных. То есть в принципе, да, ну не так, что мы прямо взорвали все, у нас получается, что животное поел наши корма и у них все замечательно. Нет, это, ну каждый, наверное, продавец может сказать, что да, это будет вот так. Нет, не будет так, если мы будем заготавливать неправильно корма. Даже используя любую суперхорошую закваску, суперкачественную, нашу закваску или другие производители, все равно надо придерживаться определенных требований при заготовке кормов. И если мы отправили гнилые корма, мы их не сделаем в одночастие качественными кормами. Это нереально, это невозможно. Если мы отправили прелые корма, то же самое. Если мы отправили перезревшие корма, качество силы со сенажа все равно будет уже хуже. То есть закваски, да, они помогут, они улучшат, они помогут сохранить. Но они не сделают этот корм тот, который он должен был быть изначально. В этом году разные регионы России столкнулись с диаметрально разными проблемами. У нас на юге сена вроде бы было много, ну то есть зеленой массы на сенаж было много, но она не успевала высыхать. Поэтому приходилось искать окна. А вот по Волжье, например, наоборот, было очень сухо, жарко. Какие у вас впечатления остались от этого сезона, от заготовки сенажа непосредственно? Будет ли чем кормить животных в следующем году? Вот опираясь на опыт тех хозяйств, которыми работает Биона. Вы знаете, наверное, у нас два года уже такое происходит. И в том году то жара сумасшедшая, то заливает дождями. И в этом году получилась такая же ситуация также в Центральном Черноземном районе, в Центральном Федеральном округе. Эта проблема была у нас. То есть у нас то сумасшедшая жара, то дожди. Но я могу сказать, по тому, что я увидела, заготовили достаточно много сенажа. Достаточно много сенажа. Хозяйство, которое ответственно относится в плане кормозаготовки, они, ну, ребята работали круглосуточно. То есть я сама присутствовала в одном хозяйстве на кормозаготовке. Я уезжала в 7-8 часов с полей. Ребята дальше заготавливали, не останавливались. То есть круглосуточно утром я приезжала с утра, уже новая смена стоит на готове, ожидают в воду, привоз воды. Тут же приезжает вода и полетели ребята в поля бегом, бегом, бегом заготавливать. То есть это все зависело именно от хозяйства. То есть ответственные хозяйства, они просто ловили вот эти моменты солнечные, бездождевые и массовом мчали заготавливать. Немножко побезответственнее заготавливали с отставанием, но заготавливали. Я думаю, что все-таки будет не настолько критично, как мы можем подумать. Я думаю, что заготовили. Плюс сейчас начнется сезон целосов и хозяйство успеет заготовить оставшиеся корма. Я так для примера могу сказать. В прошлом году просто на жидком пробактилии, не на пробактилимакс, просто пробактилимакс тогда проходил только испытание. На жидком пробактилии мы заготовили порядка 700 тысяч тонн силосно-сенажных масс. То есть это, я думаю, хороший показатель. И в этом году уже закуплена у нас и начата заготовка уже порядка на полмиллиона тонн силосных сенажей. И продажи будут еще, потому что сейчас еще сенажа дальше пойдут. Кто-то не на весь сезон закупился. То есть мы понимаем, что да, мы интересны, мы развиваемся, мы предлагаем конкурентоспособные продукты. Вот это я хотела отметить. Еще хотелось на вопрос. И всем нашим животработам хороших урожаев и хорошего молочка. урожаев и Субтитры сделал DimaTorzok